добрый день уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня у нас 21 августа год 2022 пригород города бреста и вашему вниманию будет магнолия продолжение я вам показывал вот и саженцы какие получаются и какие у меня сорта есть и вот сегодня хочу вам показать смотрите цветение какое красивое цветение у магнолии клеопатра хоть вы пишите что это не клеопатра но как бы вот видите уже верхней даже бутон смотрите он уже отцвел и обратите внимание вот сколько у нее бутонов из каждой розеточки смотрите вот из каждой розеточки будет цветок да вот мы не посмотрим ну она вот смотрите у меня здесь замульчирована вот щепой просто как бы у нас вот очень жарко было вот это сегодня у нас паспортно а так тут и 30 и 34 было а на солнце то тут и 50 поэтому надо следить за тем чтобы не пересыхали корни просто ваше внимание хочу обратить ну себя она как бы говорю как бы показала с такой стороны что все зимы она прошла уже вот я вам ее показываю третий сезон ну это медленно растущая магнолия подчеркиваю видите прирост и буквально 10 сантиметров максимум это не более то есть больше приростов нету поэтому вот видите вот такая где-то за два с чем-то метра задавали вопрос еще вот то и посмотрите какие у меня и спрашивали на каком расстоянии она растет оттуда вот я взял рулетку и сейчас я прямо вот замерил это два метра друзья это два метра от ту и она растет нормально развивается вот еще вам покажу магнолию свою дахну смотрите здесь сразу по пути вот тоже какой у нее вид на урожай вот вам видны из пазух уже закладывает она цветочные почки на следующий год на весну тоже будет утрадовать своим красивым цветение ну вот это видите побольше за 3 метра с копейками может даже 4 вот еще вашему вниманию магнолия звездчатая она тоже медленно растущая задавали еще вопрос по поводу какую вот магнолию там садить в тульской области ну я вот как бы из своего наблюдения вам порекомендовал бы вот посадить магнолию звездчатую вот тоже закладывает она уже почки на цветение тоже она медленно растущая буквально вот пять сантиметров шесть вот такие приросты еще обратите внимание на сорт кобус сейчас вам покажу как у меня выросли саженцы кто наблюдает будет интересно сорта суланджа вот подошли мы к магнолии суланджа я вам показывал вот как я делал материнские отводки горизонтальные вот что у меня получилось вот такие приросты приросты огромные смотрите какие приросты здесь больше метра даже метр двадцать вот этот сколько но это ни о чем не говорит еще здесь метр 90 сантиметров в общем вот такое у нее активное развитие и рост вот вашему вниманию показываю ну а по поводу укоренения посмотрим там в подосень посмотрю что тут укоренилась ну еще такой момент для того что появились корни имейте ввиду что здесь должен быть вот такой сырой грунт так что цыплят по осени считают посмотрим осенью если будет слабое укоренение значит еще оставлю на один сезон вот так и где-то подрежу немного сделала такой вот как бы штамп подрежу их на зиму и пусть еще растут один сезон спасибо друзья за внимание до новых встреч в эфире